Победа нас ждёт? Зачем же её нам отпускать? Мне вас приветствуют, друзья, с вами Верус и наше прохождение за Российскую Империю в Total War Империя. Да, да, это всё-таки совершилось, и оно, это прохождение продолжается. Не факт, что в этом году мы завершим прохождение, тоже верно. Но, но победа однажды будет. Достигнута в любом случае, неизбежно. Что касается самого прохождения, да, у нас вообще, что здесь происходит? Ну, насколько я помню, у нас тут заварушка с испанцами, ну, Испанию мы выбиваем из Нового Света, активно прям выбиваем. И пока, да, с британцами у нас союз такой вот шатковялый, но всё же пока ещё союз. Испанцев же, однако, надо полностью ликвидировать. Полностью. А, мы ещё с французами вон в войне. С французами в войне. Да, Испания, Франция. Ну, голландцы тоже с ними воюют. Польша, Литва. Ну, вот Польша и Литва это следующий противник и крайне нежелательный для нас. Увы, но экономика, на мой взгляд, здесь во многом держится за счёт торговли. И тот же торговый договор с Польшей и Литвой нам сейчас 7 тысяч заход приносит. Это самая выгодная торговля, которая действует у меня. И они, ну, близки к тому, чтобы подключиться к этому противостоянию. Эх, французы, французы, французы. Будем их французские булки. Крансать, значит. Так, ну тут, раз я не разыгрывал, то надо будет лично в битву нам сыграть. Это сделаем. Сейчас просто чуточку вспомним, да, что у нас вообще происходит. Как у нас идут дела. И с чем имеем дело. Так, смотрите, есть Адриан Носов. Интересный сторонник прогресса управления казной. Это он финансы, в принципе, неплохо будет разруливать, да. Ну, здесь вот как раз 5. У него тоже плюс-минус такой же. Суровая репутация, но вот это плохо. И управление армией, плюс 1. Но у него суровая репутация. Мне такое не нравится. Это очень плохо сказывается на довольстве населения. И кого-то, кого-то в любом случае надо убрать. Можно убрать министра Америки. И поставить на его пост, ну, в крайнем случае. Либо вот этого весельчака, ничего не потеряем, правильно? А либо министра. Но с суровой репутацией. Что тоже может... Не-не-не, тут вообще, кстати, ниши и средние слои этого Носова надо будет... Убрать 100%. Гений тактики. Весельчак. Статус-кво. Ну, статус-кво беговое. Ну, вот, в крайнем случае, весельчака. Добавим. Простого весельчака назначим вот сюда, в Америку. Правильно? Весельчак и весельчак. Чик. 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 Все. Весельчак у нас назначен на пост министра. Торговля есть. Политика понятна. Государство... Ну, у нас вот война еще с варварским государством. А, у нас еще варварские государства. Нам и с Лигурией надо разобраться. На юге Италии и на севере у нас активно сейчас будет все происходить. А списки армии... Подожди, вот они, списки армии. Что у нас есть? Здесь мы, естественно, сейчас будем биться. Ты охраняешь. Это все гарнизоны, это все гарнизоны. Вот армия, которая пытается навести порядок. Я надеюсь, у нас это получится сделать. Это тоже все гарнизон. Вот более-менее... Боеспособная армия. Так. Но их надо везти вот на вот эти варварские государства. Пока никто не охраняет. А должны же быть у меня где-то тут еще генералы, да? Не все же строится на вас. Так, проверяем, проверяем. Ты, значит, здесь... Ммм... Казаков. Я отправляю тебя на... Флот, а флот должен будет доставить... Куда-нибудь сюда, как минимум. Судя по всему, по моему замыслу, да? Главное, чтобы его не потопили. Но, с другой стороны, вроде бы некому. Некому. Ну, казаков, да, идет по морю. Гарнизон. Лазар. Польша и Литва. У нас одной армии тут не хватит. Это чисто вспомогательное, но очень слабое. Нам в любом случае где-то тут прям поджарят хвост и вассал. Но, опять же, маленькая фракция, которая может себе позволить такую огромную армию, это... Факт. И с этим надо смириться. В Кений. В Кений. Борис. О. Мы на Кубе тут достаточно много бойцов еще держим. Но их перебросить... Ну, сейчас бессмысленно. Испания практически пала. Наверное, на Кубе так пусть они и останутся. Правильно? Если что, пишите в комментариях. Напоминайте. Ну, я читаю комментарии везде. Где бы это видео не было опубликовано. В том числе и на Рутубе, и на Дзене, да. Сейчас это актуально. Так. Венеция. Вокруг Венеции тут собралась толпа. Прямо любопытно, что это все произойдет у нас. Ай. Все хуже и хуже происходит. Ну, и вот она армия. Еще одна. Горбунова, который может напасть на Лигурию. В принципе, да. И тут гарнизона нет. Армии ушли. Лигурия еще имеет здесь владение, на островах. Но рядышком французы. Французы же, в свою очередь, могут и занять Милан. Если я уйду. Хотя эта армия только что сюда пришла. Но Генуя, как город, полезней. Попробовать за счет Милана договориться. Может быть, я примерно так и планировал с французами. Отдать им Милан. Занять сейчас Гену. И если получится... Ну... На мировую так-то и пойти. Ну, если... Если только так. Там торговля. Вон, мы занимаем акваторией. Это все работает. Тут у нас противники. Французы как раз торгуют. Поэтому туда не лезем. И все это пропадет. Опять же, экономика как-то странная. Может быть, я не эксперт в империи Total War. Тут есть свои секреты, да? С точкой зрения... Что? Добычи денег. Помимо торговли. Ну, просто в торговлю... Здесь... Прям верится. Прямо на работы. То есть все вот эти вот товары. Переброс. Безусловно, полезные вещи из разных частей света. А, это еще и город. Тут еще и форт. Нужно перебить или обратить в бегство всю вражескую армию. Ваша артиллерия и осадные машины должны находиться достаточно близко от стен. Зеленая стрелка покажет, когда вы подойдете на расстояние выстрела. Ну, хорошо. Я помню, как-то спускались к нам противники. И это было хорошо. И это было очень даже так-то полезно. Они вышли к нам в поле. Но сейчас... Не факт, что это сработает. Так вот, торговля это интересная идея. И торговля невероятная классная вещь. Но в Total War такая тема присутствует, что рано или поздно... И, к сожалению, порой даже рано, чем поздно... Даже союзники тебя предают... И объявляют войну. Поэтому торговать на поздних этапах мы вряд ли сможем. И это еще мягко сказано. Мы вряд ли сможем. Так, тебя сразу поближе. Попытаемся сделать пролом в стене. Казаки прикроют пушки. И как дальше быть? То есть обычно в остальных играх серии у тебя экономика вывозит на поздних этапах самообеспечение. В том или ином виде. Но можно спокойно наращивать силы и не переживать насчет того, что у тебя закончатся деньги со всем. Такое не случалось. До того, как я не пошел в империю. Иди сюда. У меня доход, я точно помню, что меньше, чем прибыль торговая. То есть сейчас не то, что доход, а прибыль точнее. То есть чистая прибыль, за счет чего существует моя фракция, она меньше, это самая чистая прибыль, чем доход от торгового. О! Блин, тут же нельзя это делать. Ай, как хорошо! С новыми, с новыми возможностями. Управление армией. Что-то вар. Так, и у нас отключение интерфейса. Так вот, F5. Точнее, F7. А вот F5, да. Оп, и отключение. Это я еще помню. Это я еще не совсем забыл. То есть в любом случае, сейчас будем ломать крепость. Безусловно, сломаем крепость, сломается она и на карте компании. Но это лучше, чем сейчас жертвовать большим количеством наших бойцов. И отправлять их на убой. Тем более, он вот этот аппендицит не использует. Не знаю, у него по-любому есть какое-то название, да? Вот это вот углового сооружения, призван уменьшить наносимый урон ядром. Но я этого не знаю. Кайф. Попаданий как таковых по нам не видно. Даже никто из отрядов не переживает насчет того, что по ним ведется стрельба. Можем ускориться. Возможно, даже первая серия такая после затишья целиком и полностью будет завязана на... ...сражении. Сейчас. Давай-давай-давай-давай. Так, это колониальная пехота. Так, вот они занервничали. По ним было попадание. И вот стена рушится потихонечку. Стена пробита. Здесь уничтожен полностью кусочек, а тут 15%. Но брешь здесь явно пробить нельзя. Но любопытство ради, я предлагаю отдать приказ расстрелять. Скорее всего, просто разрушится и ничего не будет. Орудие вон смотрят, но тут здание мешает. Орудием вести прямую стрельбу. Нам надо, чтобы они ушли. Чтобы орудия, которые тут рядом, однозначно молчали, когда наши войска будут подходить ближе. Да, наверное, вот эти вот архаровцы попробуют потихо штурмануть это направление. Зайти. Кстати, как бы хорошо сейчас было попасть сюда. Давай-давай-давай-давай-давай. Кромсаем стены. Я точно помню, что вылазили они. Мы кидали крюки с веревками. И они сами начали слазить. Был такой эпизод. Прохождение в этом. Сейчас на такое я рассчитывать бы не стал. Потихонечку идем вперед. Именно потихоньку. Не гоношитесь. Не гоношитесь. А вы относитесь к линейне пехоте. Все, пардоните. Все, пардоните. Кавалерия. Ворота открыты были. Интересный подход. Но кавалерия... Если мы захватим ворота, может быть с этой стороны бы заскочили. О! Интересный расклад. У него пушки. Здесь. И как далеко они бьют. Если мы сейчас сделаем следующим образом. Давай по краю карты. План такой. План такой. План такой. Надо попробовать использовать это. Все, участок стены разрушен. К нам вряд ли подберутся. К нам вряд ли подберутся. Это неразрушаемо. И здесь я тоже не вижу смысла сейчас... Что-либо делать. Казаками просто аккуратно подойдем. Проверим. Будут ли они стрелять. Кавалерия эту... Халатно оставленную... Артиллерию попытается ликвидировать. Кар aquellos. Проверим. Фантазарии пилоты... пушки я не вижу чтобы стреляли сейчас неудобно им но мы можем одно орудие подвести давай походный режим не вести огонь пушки молчат а значит я мы сможем у таку спокойненько подойти и выскочить на них из-за стены я вижу тут кавалерия маячит может и засада готовится небольшая пока должны попробовать воспользоваться этим моментом может быть как раз местные индейцы захватят ворота и кавалерия сможет зайти отсюда пока уверенности в этом не имею подойди ближе бегом бегом на стенах стрелковое городское ополчение по факту его мы можем быстренько опрокинуть и попытаться занять стены народу словно меньше чем мне казалось где кавалерия вода вода шустрей 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 тебя мы уже ждем без тебя не начинаем ага а вот она и стрельба отходим назад это мне и не нравилось но вот этих то двоих расстреляйте будьте любезны пожалуйста цель спли не есть отлично начинается вылазка отступить отступить срочном порядке и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, отлично. Колониальную пехоту здесь кромсаем. Попробуем вас тоже оперативно перебросить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а кавалерия зашевелилась. Смотрите, у него тут... Кавалерия зашевелилась. Выдвигаем нашу для прикрытия местных. И отправляем... Штурмовать стены. Продолжение следует... 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 давайте по пушкам сначала пожалуйста пожалуйста по пушечка но у меня один отряд прям очень сильно пострадал я с таким преимуществом на самом деле здесь рассчитывал куда эффективней разнести врага если честно а Продолжение следует... 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 наши может и победят это вася его кавалерия элитная по-прежнему тут драгунская сидит и и ждет с другой стороны руководства должны от драгу нить правильно ну-ка давай тут через верх все-таки иди я передумал ворота мы взяли они а и и и и и и и и Противника прокинут. Противника прокинута. Противника прокинута. Это что сейчас за щелчки-то были? Мы эту постройку-то особо и не пытались штурмовать. Давайте взглянем на вещи честно и трезво. И победа за нами. Завершить битву. Героическая, говорят, победа. Спасибо, спасибо. После возвращения. Столь длинного и длительного перерыва. Героическая победа. Наверное, потому что мы потеряли относительно немного, по мнению игры, да? Вот автобой сколько бы оставил? Не знаю. Тоже предсказывать. Территория захвачена. Я уже даже и забыл, что вот эти вот значки на карте означают, что будет укрепление и на карте сражения. Найм, армия. А переобучить нам всех... Стоимость пополнения 3000. У меня нет таких денег сейчас. Таких денег я не имею. Но! На самом деле, самое интересное, что сдать сейчас ход я тоже не смогу. На этом ходу мы... Никак не поможем. Им восстановить свою численность. Почему? Ну, потому что все-таки, если говорить о Лигурии, то сейчас неплохой шанс ударить по поселению, где остался один лишь гарнизон. То есть здесь гарнизон. Город можно взять. Генуя более ценный город. И пытаться уже насчет Милана договариваться с Францией. На время. Как тут регион называешься? Правильно. Ломбардия, Милан. Угу. 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 Ломбардия. Ломбардия. Вот она. В принципе, выделилась. Отлично. То есть предложить ему Ломбардию в обмен на мир. Можно прямо сейчас это предложить. То есть у нас мощь могучая. Прям. Состояние блестящее. Хотя я бы не сказал, что оно блестящее состояние. Но раз у них хорошее, у них еще хуже должно быть. Правильно? То есть отдать Ломбардию. Что оно оно бит. Нас отсюда прямо сразу выселят. Если мы предложим. А вдруг он согласится. Да. Армия меня устраивает. То, что находится тут сейчас. Поэтому предлагаю вывести ее. Угу. Угу. Сразу в Геную. пупу пупу можно будет здесь довериться автобою и за счет автобоя уже там потери которые понесли восполнять деньгами которые у меня есть эта армия быстро и оперативно не сможет вернуться я надеюсь ты она сама по себе ничего не представляет французы пока тоже сильно мощный тут группировка не обладают но подписание этого мирного договора позволит нам избавиться от одного из противников спокойненько занять сардинию и корсику что дипломатия в деле давай смотри что мы тебе предлагаем отметилась отметилась ломбардию мир допустим технологию давайте разрывные снаряды запросим а вдруг да это просто оскорбительно он говорит а в целом ломбардия смотрите милан спокойно воспринимаю уход наших войск но можно через технологии конечно попытаться и зайти здесь допустим предложить мир предложить ему что темному что темному боевый клин крупная картечь кремниевая 2 секста пример оскорбительно предложить мир давай ладно давай ладно так и быть ну чё она так не хочет один француз уважающий свою короля не согласился бы на такое это неправильный француз немножко получился но это ладно ну что сделаешь в итоге в этой ситуации мы тогда занимаем гену территория захвачена стены не повреждены есть враждебный агент и восполняем армию тут нам хватает денег восстановить но на этой ноте на сегодня судя по всему пока что все друзья мои эту армию мы можем двинуть дальше ее вряд ли хватит для усмирения хотя может быть и хватит подавливать точно необходимо продолжать их уничтожать лигурийцев этих лигурицев ну для этого надо будет сдавать ход на этой на сегодня ноте все в следующей серии просмотрю что я может быть еще упустил а может и вы напомните но пока так до скорой встречи всем добра пока пока пока